Как я сейчас смеюсь, я человек, который сейчас всегда в мыле. Оформляла трудовые книжки, подписывала приказы о подпусках, и вдруг ты такая, что-то мне мыла в жизни не хватает. Чем твое мыло так? Что ты туда добавляешь? Ахалай-махалай, волшебные порошки, я не знаю. У меня есть покупатели, которые, по-моему, больше пяти лет уже со мной, и они постоянные, и заказы идут не только даже по праздникам одни. И она сказала, Алёна, вы понимаете о том, что каждый кусочек, каждый сделанный вами кусочек, он дарит улыбку. Алёна, ты говоришь, у меня же прям мурашки. А у меня у самой мурашки, потому что тот отзыв я читала, я помню, я плакала, рыдала. Давай для таких, как я, вообще бестолочек полных, из чего состоит мыло? То есть это ароматизаторы, которые добавляют в еду. Ой, расскажи, пожалуйста, историю про то, как скушали мои печеньки. Красиво очень, мы обязательно покажем, ну, потрясающей красоты, потрясающий аромат. Я так и говорю девушкам, которые покупают у меня мыло. Очень многие говорят, ну, как же так, жалко эту розу мыли. Нужно любить тебя настолько, чтобы позволять себе лучше, чтобы позволять себе красивое в мелочах каждый день. Всем добрый день, меня зовут Александра Паснова, я рада приветствовать вас на своем канале «Закоренел цветочник». Помимо того, что я занимаюсь цветами, я очень люблю жизнь, люблю общаться с людьми, особенно если эти люди такие интересные, увлеченные своим делом. Сегодня я в гостях у Алены Семеновой. Это потрясающая девушка, она яркая, жизнерадостная, очень уверенная в себе. И самое главное, почему я к ней пришла в гости, она нашла дело, которое ей по душе. И, на мой взгляд, это очень важно. И вот я хочу, чтобы вы узнали, как вообще люди находят свое предназначение, как они идут к этому, что предшествует, что их сподвигает вообще, как это все происходит. Ален, расскажи мне, пожалуйста, вообще, насколько я знаю, мыло – это не твое изначальное занятие. То есть чем ты вообще занималась до того, как ты пришла в мыло? Я занималась многими вещами, скажем так. Моя основная работа – я кадровик. Я начальник отдела кадров, уходила я с завода, который реально производил машины. Но мылом я начала заниматься 10 лет назад. Большой срок. С чего? Вот ты сидела на заводе, оформляла трудовые книжки, подписывала приказы об отпусках, и вдруг ты такая – чё-то мне мыло в жизни не хватает. Ну да, как я сейчас смеюсь, я человек, который сейчас всегда в мыле. Я и физически, и морально. Я всегда бегаю, я не могу сидеть на месте. И я всегда занималась чем-то. Мне нужно было всегда что-то делать, мне нужно было всегда что-то творить. Я с детства на кукол шила сама, причём на большой машинке, потом я шила на себя. У меня были разные периоды в жизни, и как хобби я выбирала разные направления. Я вышивала крестиком, я вышивала бисером, я делала украшения. Ну, то есть потребность творить, созерцать. То есть это чисто женская такая вещь, когда мы себя проявляем в каком-то творчестве, в каком-то процессе создания мыла. Вот с чего? Мыло абсолютно случайно возникло у меня тогда, 10 лет назад. Мало кто этим занимался на самом деле. И информация о том, как это делать, с чего начинать, вообще было практически… Не было. Не было практически вообще. То есть это были какие-то каналы иностранные, которые я, не знаю, английского языка сидела, смотрела очень долго. Учите английский. Да-да-да, на самом деле. Вот. И в один прекрасный день я думаю, ну дай-ка я пойду схожу попробую. Вот. Все занятия, которые я делала, они, как правило, требовали большой усидчивости. Ну, вышивание крестиками, бисером, вы не знаете. Да, это большая усидчивость. Мне нравился результат моих работ. Но то, что это очень долго, меня это немножко раздражало. То есть хочется прям… Мне хотелось видеть результат моей работы сразу. Ну, максимально быстро. Вот. По мылу я даже сейчас не вспомню, как я случайно увидела где-то чьи-то работы. Вот. И я просто собралась с приятельницами, так сидели, как-то общались. Я говорю, вот хочу. Я говорю, я уже там три месяца сижу в интернете, все смотрю. Он говорит, поехали съездим. Вот. Мы приехали в магазин. То есть я выбрала определенные там, посмотрела. На тот момент их, по-моему, было только три во всей Москве. В России их практически не было. То есть это был интернет-магазин. В один из них мы зашли. Я когда зашла туда, я поняла, вот оно мое. Вот он мой рай. Вот. Первые мои кусочки, на самом деле, мыло были, это сделано и для себя. Но такие достаточно странные. Немножко смешные. Ну, конечно, 10 лет спустя, конечно, не странно. Ну, то есть ты пришла в магазин, где продают основу. Где продают основу, формочки, ароматы. У стеллажа ароматов я тогда, по-моему, минут сорок простояла, выбирала. Мне нужно было выбрать два или три. Но в результате, по-моему, их было семь куплено. Для чего, я не знаю. Хотя я собиралась два-три кусочка сделать. А вот. Но, а, красители там продавались. И различные дополнения в мыло. Потому что в мыло из основы можно все равно добавлять полезные масла, которые обогащают. Ну, и делают мыло более мягким. Ну, кстати, хочу вставить свои пять копеек. Я вообще очень равнодушна к мылу. То есть я выбираю моющие средства. Ну, вот, каждый раз разные, не привязываясь ни к чему. Мылом я пользуюсь тем, который покупает муж. Последние годы это жидкое мыло. Состав не читаю. Нет, я вообще не знаю, с чего состоять мыло, если честно. Но, когда мы познакомились с Аленой два года назад, и она подарила моему ребенку кусочек мыла в виде единорога, по-моему, было первое мыло. И ребенок с таким энтузиазмом начал мыть руки, что я решила тоже попробовать, что это такое. И была очень удивлена тем, что мыло не сушит руки. Это основная причина, почему мы отказались от кускового мыла. И вот уже два года пользуюсь мылом, который делает Алена, могу сказать одно. Есть качество жизни, понятие такое. И это качество складывается из всего, что мы едим, что нас окружает, с какими людьми мы общаемся. И в том числе, чем мы моем руки. Потому что, когда ты заходишь в ванну, и у тебя в мыльнице лежит очередной ручной Аленкин шедевр от Аленкиных мыльностей, и у тебя, во-первых, поднимается настроение, потому что это не просто кусок мыла, а он в определенной форме, в определенной цветовой гамме, с тем запахом, который нравится лично тебе. И после того, как ты помыл руки, у тебя руки не требуют нанесения крема. Это достаточно важный момент, на мой взгляд. Почему так происходит, мы сейчас у нее узнаем. Чем твое мыло так... Вот что ты туда добавляешь? Ахалай-махалай. Может быть, волшебные порошки, я не знаю. Ну, да, как ведьма колдую над каждым кусочком. Нет, на самом деле, у меня принципиальная позиция при выборе ингредиентов для своего мыла. Я очень четко отслеживаю состав. Вот ты сказал, что я не читаю состав. Не читаю состав. Я очень четко отслеживаю. В своем производстве я использую мыльную основу, которая не содержит преданного ПАВСЛС. Ну, это аббревиатура. На самом деле, это лауреатсульфат натрия. Не буду комментировать. Давай для таких, как я, вообще, бестолочи полных, из чего состоит мыло? То есть, что вообще? Что это такое? На самом деле, состав мыла достаточно сложный, но основные ингредиенты – это вода, глицерин и различные ПАВы. Как бы страшно не звучало ПАВы, ПАВы бывают разные. То есть, поверхностно-активные вещества, да, они позволяют мылу именно быть мылом. То есть, ПАВ что делает? Он просто снимает, ну, простыми словами, он снимает натяжение вот этой пленки воды, за счет чего вода ближе приникает к поверхности кожи. И поэтому происходит хорошее смывание. Что такого входит в состав мыла, что руки становятся чистыми и позволяет смыть грязь? Именно ПАВы. Ну, знаешь, как там, щелочью, не знаю, чем там раньше мыли. Ну, ты что это вообще? Кислота? Нет, сейчас есть производство, ну, в другом, несколько направлений мыла. Это мыло с нуля, да, которое называют натуральным. Но его тоже назвать абсолютно натуральным. Натуральным – это когда используются вот просто природные-природные вещи. Зола? Да, да. Но люди не используют золо. Там происходят определенные химические процессы, так называемый процесс омыления щелочей, масел натуральных и так далее. Мыльная основа, в принципе, это тот же состав, только произведенный за счет, ну, на производстве. А вот, само производство мыла формовочного, да, вот этого декоративного, сувенирного, все его по-разному называют, ну, вот, у меня в сертификации прописано формовочное мыло. То есть я просто создаю форму. То есть ко мне приходит коробка, квадрат, квадрат прозрачный или белый, и я его уже нарезаю, при помощи технологии плавлю, с соблюдением температурных режимов, и уже добавляю туда ароматизаторы, красители, могут быть это там косметические перламутры, и уже при помощи разных-разных техник я соединяю эти цвета. Не соединяю, жидкий, жидкий, да, жидкий состав мыла, как бы, и уже формы делаю. Сейчас на данный момент я, наверное, освоила уже все практики, все методы соединения между собой, перемешивания, добавления одного цвета в другой и так далее. Так, а вот это, я так понимаю, мужское? Это мужское мыло, которое создает из двух частей. Одно темное с древесным углем, а второе прозрачное. Слушай, ну это прям как берег океана. Мне кажется, это вообще можно... Это как вулканическая или космическая какая-то поверхность. Можно прям поставить и просто созерцать. Аромат мужской, свежести океана называется, легкий, ненавязчивый аромат, свежести. Ой, а это что такое? Это перламутром там покрыт слой вот этот вот черный для красоты. То есть, если смотреться внутри, там немножко переливается. Косметический перламутр я использую, который со временем просто смывается. С ароматами тоже экспериментируешь? С ароматами я стараюсь не экспериментировать, кстати. Потому что, когда используешь новые ароматы, к ним нужно привыкать. Там есть особенность у ароматов содержание количества ванили, процентное содержание ванили. И если будет непроверенный аромат, непроверенного производителя, то мыло со временем может просто потемнеть. То есть, вы покупаете светло-желтенькую красивый нарцисс, который вам очень нравится, белые лепесточки, желтенькая серединка, а через месяц у вас становится темно-коричневого какого-то непонятного цвета цветок. Поэтому ароматизаторы, когда я покупаю, я покупаю в проверенных магазинах, чтобы были проверенные поставщики. Более того, я даже когда, ну, с течением времени производители все равно меняют технологию. Кто-то пытается сэкономить на чем-то, на каких-то ингредиентах, кто-то еще на чем-то. Я делаю контрольные заливки. То есть, я специально выбираю, беру ароматизатор, который я покупаю новый, и делаю тесты. То есть, заливаю, какое количество я добавила, в белые просто прозрачные основы, выдерживаю несколько месяцев, и я уже смотрю, какая дочка, как ведет себя, в каком мыле. То есть, это как бы и химическая лаборатория заодно? Это процесс, да, процесс производства, неотъемлемый процесс производства. Пробовать, тестировать ингредиенты обязательно и контролировать их качество. Ну, и в этом случае ты можешь давать гарантию, потому что ты... Да, я отвечаю за качество своей продукции. Для меня очень важно, для меня очень важно, чтобы люди, которые покупают моё мыло, которые берут его и кладут все в мыльницу, у них только были радостные, позитивные эмоции. Слушай, вот сразу отвлекусь, пока появился вопрос. Поддержим ротичного производителя, эта фраза звучит уже достаточно давно. Но ты пользуешься продукцией каких производителей? Отечественных или импортных? У меня разные производители. На данный момент для себя это брало основы, это российское производство. Ну, то есть, всё-таки у нас умеют что-то качественное делать. Да, у нас делают качественно, достаточно хорошая основа. Вот. И они стабильно, в одном качестве работают уже много лет. Что ты берёшь импортное производство? Ну, у меня есть ещё одно из направлений, это люксовые букеты. Там я использую английскую мыльную основу. Английская мыльная основа, она считается вообще люкс-люкс среди люксов, да, вот, скажем так. Вот, она немножко ведёт себя по-другому в цветах, она более мягкая, конечно, для рук, но стоимость её, естественно, она намного больше, и поэтому для обычного производителя, ну, покупателя, не всегда это бывает удобно и комфортно. Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, в какой момент, вот, 10 лет назад ты нашла для себя увлечение? Пришла в магазин, зависла, залипла, поняла, что это твоё. В какой момент ты поняла, что ты можешь этим зарабатывать деньги, и ты хочешь зарабатывать деньги только этим, и вообще не хочешь больше заниматься кадрами? И вообще, ну, это же тоже не так просто, ну, достаточно большая должность, это руководящая должность. И я знаю, что очень многие женщины, руководители, топ-менеджеры, менеджеры среднего звена, у них наступает какой-то момент, когда они устают. Устают работать на кого-то, устают подчиняться, выгорают, эмоционально выгорают, физически устают, хотят какие-то другие приоритеты в своей жизни расставить. И они начинают искать себя, они начинают искать себя в творчестве, в бизнесе, уезжают в тёплые страны на полгода, там живут, аж рамы, да, по-моему, это называется. Вот это же такой непростой шаг, то есть тут просто взять и пойти. Ну, я по-другому немножко в бизнес вышла, я просто вышла в бизнес, фактически не работая ни на кого. Но когда у тебя есть стабильность определенная, если мы говорим о большом предприятии, то это стабильная зарплата, есть социальные гарантии, компенсации. Это было такое, на самом деле, так как я мылом занимаюсь 10 лет, достаточно долго, сначала это делалось, естественно, для себя, для друзей, а потом в один прекрасный момент у меня пришла подруга и говорит, я тебе куплю все ингредиенты, мне сделай вот там на подарок. Вот она купила ингредиенты. Следующий какой-то там праздник был, она сказала, всё, я тебе вот даю сумму, как бы даже чуть побольше. Вот, и в один прекрасный момент я нашла для себя ресурс, ресурс, где продают ручную работу, начала выкладывать там работу, и я поняла, что моя работа пользуется успехом. Это было, конечно, я шла к этому, по-моему, около двух лет. Но вопрос в том, что для любого ресурса нужно еще иметь дополнительные, как бы, знания, это фотографирование. То есть то, как я фотографирую сейчас работу, я шла к этому очень долго, скажем так. Лет пять я училась фотографировать, делать предметную съемку, правильно уставлять цвет, композит и так далее, и тому подобное. Вот, и находясь на том ресурсе, я еще задействовала дополнительные источники, у меня там появился уже инстаграм, еще что-либо. И в один прекрасный момент я поняла, что я просто физически не справляюсь совмещать это как хобби, как дополнительный заработок. Ну, и основной свою работу. Более того, я очень часто встречаюсь со своими покупателями, лично, я очень это люблю, очень люблю, когда мне, когда люди смотрят то, что они заказали, и говорят, Ален, говорит, ну, как сейчас говорят, ожидание и реальность, да? Превзошли. Да, а когда у меня люди говорят, что, говорит, ожидание, говорит, реальность превосходит, да, даже чем, говорит, то, что... То есть это просто вопрос о том, что надо поработать над фотографией еще пару лет, как минимум. Вот, то я начала понимать, что эта вещь, которая... Ну, мое занятие, оно приносит не только мне удовольствие лично, оно приносит удовольствие другим людям. Люди улыбаются, когда видят, как бы, мой... Как? Труд мой. Результат твоего труда. Результат моего труда. Людям это очень нравится, люди восторгаются. У меня есть покупатели, которые, по-моему, больше пяти лет уже со мной, и они постоянные, и заказы идут не только даже по праздникам от них. Вот. И в этот момент я поняла, что, да, действительно, я подошла к тому, как бы, к той грани, когда пошло профессиональное выгорание вот на основной работе, когда там рутина. Вот. Ну, и много, очень много пунктов, с которыми сталкиваются, в принципе, все люди, которые работают по найму. Вот. И я поняла, что я хочу двигаться дальше в этом направлении и дальше развиваться. Страшно было? Очень. Что больше всего страшило? Страшило, наверное, это действительно... Как это сказать? Страх был перед тем, что заработок может быть нестабильным. Да, наверное, в этом плане. В том, что я не справлюсь, у меня не было такого страха вообще. Вот. Я прекрасно знала, насколько я работоспособный человек, я прекрасно знала, что я умею делать, я знала, что я делаю очень качественную продукцию, а люди это очень ценят. Ну, причем с каждым годом это ценится все больше и больше. Вещи, в которые вложена душа его производителя, а в любом случае, чтобы ты не производил, ты частичку души туда вкладываешь, тем более, когда ты хочешь порадовать, и ты делаешь что-то с такой прекрасной целью принести радость людям, и ты понимаешь, что это нужно, важно, и полезно для здоровья. Да, да, на самом деле я поняла, что, производя свое мыло, я забочусь и несу в массы особую культуру, даже в какой-то степени, людям. То есть культуру ухода за собой, ухода за своей жизнью, повышением уровня жизни. Это то, что называется миссией? Наверное, да. У меня была одна покупательница, которая заказывала, совершенно был небольшой заказ, нам были к Пасхе маленькие цыплята заказаны, буквально там около 10 штук. Вот, человек, я попросил скидку, ну, как бы я сделала, и все, а потом я выяснила, что женщина покупала этих цыплят детям в детдом в качестве подарка. И она написала настолько трогательный отзыв, и она сказала, Ален говорит, вы вот понимаете о том, что каждый кусочек, каждый сделанный вами кусочек, он дарит улыбку. Алена, ты говоришь, у меня же прям мурашки. А у меня у самой мурашки, потому что тот отзыв я читала, я помню, я плакала, рыдала, и она сказала, и это, говорит, улыбка делает добрее мир. Говорит, каждая улыбка. И я вот в тот момент поняла, что да, это, наверное, одна из миссий моих в какой-то степени, что вот ко мне пришло случайно радовать людей тем, что я делаю. А работа, на которой я находилась, на тот момент, она не совсем радовала меня, и, ну, Ну, она не радовала людей, это просто как рутина обычная. Да, да, да. Можно делать так, А мне хотелось не только творить, да, творить, вытворять, что-то создавать необычное, на что мне не хватало ни сил, ни энергии к тому моменту. И я поняла, что да, нужно выходить на другие уровни уже. Вот на самом деле сегодняшняя история, это очередная иллюстрация того, о чем я достаточно часто говорю, что, во-первых, нужно слушать себя. Для женщины это вообще очень важный навык, слушать, отзываться на все, что приходит в твою жизнь. И, возможно, это вот именно то дело, которому, ну, которому вообще у тебя лежит душа. Второй момент, если ты что-то делаешь не просто, потому что так делают все, и, значит, точно это можно заработать, а ты делаешь это с другим посылом, то есть, изначально стоит у тебя задача не заработать денег, а что-то изменить, улучшить, то деньги приходят сами. То есть, все, начинает обрастать клиентами, сарафанное радио, и отдача в виде положительных отзывов и благодарности. То есть, это работает так, если ты что-то сначала отдаешь в мир, мир тебе возвращает это с историцей. На самом деле, Ален, я очень рада знакомству с тобой, потому что я всегда считала людей, которые что-то производят, немножко не от мира всего. Я больше 15 лет занимаюсь торговлей, и в силу того, что я закупщик еще и оптовой компании, я достаточно часто имею дело с производителями, и каждый раз я немножко в шоке, потому что, ну, это люди, у которых совершенно другой тип мышления. Вот мне иногда задают вопрос, а ты не хочешь производством заняться? Я говорю, нет. То есть, мое это торговля, мое это донесение информации какой-то до людей, показать им, как можно по-другому смотреть на цветы, что в них можно увидеть, но производства нет. Ты первый производитель, от которого у меня не происходит взрыв мозга. Ты очень отзывчива, ты очень хорошо слышишь, хорошо реагируешь на запросы людей, и что мне больше всего нравится, ты очень быстро меняешь ассортимент. Ну, то есть, прям вот у тебя реакция идет мгновенная. Производство мыла, в этом и есть особенность. Я могу выбирать очень много разных направлений. То есть, это направление и мыло для женщин, это мыло для детей, для деток, это мыло на каждый день, потому что очень многие мне говорят, забирая как бы свои там заказы, или еще что-то, увидев розы, там, они говорят, ну, как же этим мыться, поэтому... Вы знаете, вот мы когда с Аленой познакомились, она говорила так, что, ну, фигурки там, всякие мишки, динозаврики, единорожки, что дети, многие приучаются мыть руки, потому что такое красивое игрушечное мыло. Но есть другая история. Моя флориста подарила своему ребенку на Новый год мыло в виде поросенка. А он, ну, Ален, само собой, Аленкины мыльности в этом участвовали непосредственно. А он родился в год поросенка. Поросенок был настолько милый, что Артем поставил его на полку книжную, сказал, мама, это преступление, мыть такой красотой мыло. И в итоге она не смогла приучить его мыть так часто, как хотелось бы. именно сейчас, как бы, я запускаю отдельную линию, так называемого, нарезного, или его называют еще брускового мыла, когда это прямоугольные кусочки мыла, но даже их создавая, я не могу делать вот просто однотипное, одноцветное мыло. Я максимально использую различные техники, я пользуюсь различными свойствами мыла, да, для того, чтобы сделать максимально приятно и красиво. Красиво очень, мы обязательно покажем, ну, потрясающей красоты, потрясающий аромат, помимо ароматов, детское, допустим, от мужского, чем отличается? Детское мыло, я не выделяю в отдельную категорию, потому что у нас по закону детская косметика, косметика, она происходит сертификацией, совершенно иным образом, но в моей практике есть детки, которые пользуются с годиков, моим мылом, и был даже один мальчик, который являлся аллергиком, я очень большой опаской тогда, ну, давала маме это мыло, но мама сказала, что у ребенка не было никакой аллергии, это единственное мыло, которым он пользовался на протяжении трех лет. Детское мыло я делаю всегда с пищевыми ароматизаторами, то есть это ароматизаторы, которые добавляют в еду, то есть при производстве тортиков, при производстве конфет, поэтому это все ароматы, как правило, такие вкусные, это бубльгум, кока-кола, клубничка, ну, много очень. Ой, расскажи, пожалуйста, историю про то, как скушали мои печеньки. Да. Одним из направлений, ну, одной из коллекций моего мыла, это является так называемое съедобное мыло. Так называемое. Да, но только наоборот, я сейчас уже разработала этикетку, не кусай меня, не ешь меня. Это различные печеньки, пироженки, тортики, зефирки. Да, я делала даже торт, заказывали у меня торт на годовщину свадьбы. Вот, заказали именно очень, чтобы был реалистичный, красивый, декорированный был кремом, а есть специальная мыльная основа, которая позволяет делать как форму крема, прям вот из, причем там я использую кондитерский специальный мешок, чтобы делать прям... то есть прям очень... Да. Был тортик, который состоял из частей, каждая часть была упакована, ну, как сейчас все это очень красиво делается, в коробочку подарочную с бантиком. А вот, подарили, пришли в гости на юбилей, подарили тортик, сидят в компании, общаются, общаются, через какое-то время, ну, уже под конец беседы, все это посидело, мужчина и говорит, что, говорит, Маш, ты там торт-то, ставь чай, торт неси, она говорит, какой торт, мы же договорились, без сладкого, он говорит, ну, как, тебе же подарили, а, как выяснилось, супруг, которому вручили этот торт, убрал его в холодильник, и сидел, ждал очень, когда принесут торт, потому что, и он еще сказал, как мыло, говорит, это не может быть мыло, говорит, нет, но я же там же лимон, я себе выбрала уже, там были три дольки, ну, три разных вида, один был лимонный пирог, как бы, долька лимона, сверху украшен, один был вишневый, а третий был шоколадный, то есть, а про печеньки я не слышала, Лурка, расскажи, про печеньки была ситуация, девушка Владивосток заказывала, у меня маленькие печеньки, оно выглядит очень реалистично, потому что снята форма с натурального печенья, ну, это ты говоришь про то, у которых два коричневых этих, и такой кремик поселить, да, кремик прозрачный, вот, и девушка дарила это перед Новым годом на радио своим коллегам, пробежавшись быстренько всех подарив, потому что это уже было 31 число, ей нужно было уже домой убегать, она пробежала, всем подарила, вот, а девушка одна сидела, вела эфир, ей положили на стол, печеньку, сказали быстренько, что это мыло, и убежали, а в результате выяснилось, что девушка это слово не услышала, и ведя эфир, она открывает эту печеньку и кусает, естественно, ситуация не очень интересная, пришлось резко уходить на рекламу, но у всего радио настроение было, как смешали, когда они наелись мыло, и потом пускали пузырьки, вот, да, вот, было очень интересно, не, на самом деле, просто у мыла, ну, так как я занимаюсь мылом, да, и случаются ситуации, когда мыл попадает и в чай, когда горячий сезон, или можно что-то на руках остаться, на самом деле, когда первые вот секунды кусаешь мыло, у него сладковатый немножко привкус, главное успеть выплюнуть, вот прям какая-то секунда, мгновение, оно сладковатый, даже не среагирует, у меня сын очень любит арбузы, вот, и у меня появилось, когда появилась только форма арбуза, я очень долго его не делала, потому что я не могла найти реалистичный аромат арбуза, но все обычные, это сладковатый, ближе вот к жвачкам арбузным, но когда я нашла аромат, наконец-то, я залила первые там три кусочка, положила на стол, собралась идти фотографировать, заходит сын, и говорит, мам, это же арбузы, я говорю, ну ты же понимаешь, что это мыло, он говорит, мам, я знаю, что это мыло, это же арбузы, ну он говорит, это же арбузы, настолько реалистичная форма была, то есть видно вот даже вот маленькие вот эти вот крупичечки, крупинки у арбуза, семечка там выступающая, которая срезана, настолько реалистичный был аромат, что даже ребенок, который знал, что это мыло, ну да, не мог в это повесить, он не мог в это повесить, и говорит, мам, можно я его откушу, но мне нужно, то есть ароматы очень сильно влияют на нас, они являются очень сильным источником энергии, информации на самом деле, и наш мозг, когда чувствует аромат, и визуально видит отношения, да, как бы он сопоставляет, и как будто как настоящее это происходит. Ты знаешь, по поводу ароматов, не очень соглашусь, потому что самый частый вопрос, который задается в источных магазинах, а можно это есть, если есть на растении ягодки или плоды, то есть вот это вопрос просто номер один, это можно есть или нет, такое ощущение, что люди вообще ни о чем кроме, если не думают. У меня наоборот люди, когда покупают мыло, кто впервые покупает мыло, хотя я пишу про ароматы, они удивляются, оно еще и пахнет. Нет, оно пахнет чудесно, это не передано, к сожалению, камера не может передать аромат, но я думаю, что в ближайшее время технологии дойдут. Технологии уже, я уже смотрела, так как это очень актуально, я боюсь, конечно, что это будут достаточно дорогие технологии, но уже разрабатывают какую-то систему, передачу запаха, да, передачу запаха через экраны, через интернет, то есть это будет наподобие принтера, скажем так, где будут картриджи со стабильными, ну, какими-то, но это я уже думаю, только парфюмеры расскажут, как это все делается. Да, это мыло, которое действительно на каждый день, да, намыло с ароматом клубники и вишни. Запах сумасшедший. Я назвала его ягодный взрыв. Мне кажется, тебе надо прям делать такой штамп, как клеймо, что не есть. Ну, возможно, возможно. Оно чем пахнет, мне просто отсюда и ничего. А аромат называется Бермудский треугольник, но такой запах очень легкий, фруктурный, вдохнул и погрузился. Да, да, да. На самом деле, очень необычный аромат и очень нравится всем. Ну-ка, да, я понюхаю, мне прям очень интересно. Это на самом деле Бермудский треугольник. Там, я бы сказала, и дыни, и персик. Ну, это прям цветочная тема. Ну-ка, скажи, что оно пахнет цветами. Аромат называется гавайский бурж. Ну-ка, ну-ка, я хочу понять. Кокос чувствуется. Там чувствуется, да, кокос, то есть это такой тропический. Баунти. Баунти, да, они легкие, 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 причем очень легкие, нежные, чуть-чуть с цветочками. Ну, это как цветок, упавший на поверхность воды. Как это ровно? Кому хочется, да, выезжать сейчас не можно. Мимо фигурных всяких, Аленка, сейчас начала делать такие вот. Как это называется? Называется это в общепринятом понятии брусковое мыло или нарезное. Господи, какой запах, это же просто с ума сойти. Это мыло с эфирным маслом лаванды. Сверху оно тоже посыпано цветами сухой лаванды. Слушайте, мне прям вот хочется откусить кусок, если бы я не чувствовала, что это запах несъедобный, я просто куснула его. Особенность техники заливки этого мыла в том, что ни один кусочек никогда не будет повторяться. Никогда. То есть даже в брусочках, ну, стандартных по полкило, при разрезе каждый кусочек индивидуальный, каждый особенный. Господи, этот запах, это просто он сводит меня с ума. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, новая форма была, стала форма, ты как часто меняешь формы, что тебя на это подвигает, и, ну, вот ты своим личным вкусом, скажем так, тебя, не знаю, как правильно сформулировать. Каким образом я отбираю? Ну, вот каким образом ты выбираешь, то есть ты считаешь, что вот это вот сейчас будет в тренде, допустим, в тренде совы, надо брать сов, в тренде мишки, надо брать мишек, или тебе все равно, что в тренде, вот я вижу, я хочу, я прям вот знаю, что я хочу делать это, мыло, или потому что его никто не делает еще пока, кроме тебя? Ты знаешь, Саша, когда я занималась мылом как хобби, да, долгое время, я покупала только то, что мне нравится, мне было абсолютно не важно, что в тренде, как-то так сложилось, что я всегда доверяла своему вкусу, и люди окружающие мне всегда говорили, что у тебя очень хороший вкус, я всегда на это опиралась, я видела, я хотела, вот, почему я начала торговать-то мылом-то, форма-то у нас дорогие, которые изготавливаются с силикона, они достаточно дорогие, вот, и поэтому нужно было их окупать, как хобби, да, когда члены семьи говорили, ага, это идет из семейного бюджета, и я понимала, что нужно, да, как-то монетизировать, монетизировать, только для того, чтобы хотя бы оправдывать, да, затраты, формы я всегда покупаю, исходя, и потом уже, когда я начала заниматься профессионально, да, мылом, я продолжила тенденцию покупки форм, того, что мне нравится, и по практике уже, я уже поняла, бывают, что формы есть, да, какие-то они модные, какие-то там, ну, либо это девайсы какие-то, либо вот как совы, но сова нет всегда в тренде, на самом деле, их любят все, вот, я покупаю форму, я ее делаю, если мне она не очень нравится, как правило, она не очень красиво получается в заливке, это уже 100% пройдено, и продаж данного мыла нет. Ну, потому что оно тебе не нравится. Наверное, да, потому что я это уже поняла, и энергия, видимо, с которой я работаю, и которую я делаю, она очень важна, она передается каким-то образом людям, даже через фотографии. Ты же всегда, ну, я тебе как знатный торгаш скажу, что хорошо продается то, во что ты веришь. Если ты веришь в свой продукт, если ты в него влюблен, если ты, ну, рассказываешь о нем, вот у тебя горят глаза, конечно, у тебя люди покупают. Более того, когда я нахожусь в своей мастерской, и приходят покупатели, видя Аленкино мыло, спрашивают, что это, я с таким восторгом рассказываю, что практически никто не уходит без мыла, ручной работы. Ну, это здорово, спасибо. Потому что я в него влюблена, я сама его попробовала, я понимаю, что это не только очень красиво, очень вкусно пахнуще, но и действительно приятно мыть руки, ты получаешь эстетическое удовольствие. И чем больше тебя таких красивых вещей окружает, тем выше у тебя уровень жизни в плане качества. То есть, это комфорт, это вот дьявол в деталях, да, говорят? То есть, из таких деталей, в принципе, складывается наша жизнь. Я так и говорю девушкам, которые покупают у меня мыло. Очень многие говорят, но как же так? Жалко эту розу мылить, но как это так? У меня рука не поднимается. На что я просто поняла, в один прекрасный момент у меня, в разговоре с девушкой, возникла само собой призвольная фраза, я говорю, нужно любить тебя настолько, чтобы позволять тебе лучше, чтобы позволять тебе красивое, в мелочах, каждый день, красивое мыло купить несложно, красивое мыло положить в мыльнице, наслаждаться его ароматом. Мы каждое утро заходим в ванную. Это про позволение себе. Да. Это о чем я тоже говорю, но уже в своей цветочной теме, что если женщина по какой-то причине не принимает цветы, на себя чувствует некомфортно, считает, что лучше купить колбасы, то это в первую очередь не про цветы, это про непринятие себя. И вот то, о чем ты говоришь, это тоже об этом же. Что я готова, ну я прошла в какой-то момент, жизнь у меня была, когда я готова была тратить любые деньги на детей, на мужа, на дом, на животных. Но как дело касалось меня, я говорю, мне ничего не нужно. Мне ничего не нужно. Мне не нужна новая одежда, мне не нужно, вообще мне ничего не нужно. У меня все есть. И вот в тот момент, да, я очень странно относилась к подаркам, то есть я считала, что я, наверное, их как-то не заслуживаю. И в тот момент я бы не стала мыть таким мылом руки, потому что, ну, жалко же, оно же такое хорошее. На самом деле, то, о чем ты говоришь, проходят очень многие женщины, и, к сожалению... Я думаю, я на определенном этапе жизни, да, своей, когда я начала заниматься тем, что мне нравится, то, от чего я кайфую, от того, что я получаю энергию, я получаю энергетику, то есть встречайся со своими покупателями, и я вообще не растворяюсь. Мы с одной девушкой в последний раз стояли под дождем, вот перед мартовскими праздниками, под дождем, под зонтиком, было дико холодно, но мы простояли с ней, проговорили полтора часа. И я ей сказала, говорю, в следующий раз пойдем в кафе. И каждый раз наша встреча так и проходит. Мы им говорим, да, 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 я говорю, все, я поняла, на втором годе общения с тобой встреч, и каждая женщина, они проходят эти ситуации, не принятие себя. Когда женщина не получает энергию от того, чем она занимается, что она делает, она не получает удовольствие от жизни, она не получает удовольствие, скажем так, солнце светит, как это здорово, да. И именно в этот момент вот женщины и не принимают саму себя, и не принимают те подарки, и те красивые мелочи в ее жизни. Когда я прошла вот этот этап, и я начала от этого кайфовать, у меня началась эйфория, я могу сказать, я очень четко помню, как я взошла в цветочный магазин и купила себе первый букет сама. У меня такое было удовольствие, у меня столько было счастья в глазах. Ну, потому что ты приняла сама себя, и поняла, что ты туда достойна. Это было очень здорово. Поэтому для меня мыло это не просто как бы продукт, который я изготавливаю, это не просто продукт, который... Это про качество жизни, про любовь к себе. Про качество жизни, про любовь к себе. Про заботу о себе, в первую очередь. Да, 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 потому что меня в мылице лежит всегда в моем. Да, я тебе тоже скажу, что я давно ем из красивого сервиза, у меня нет понятия праздничный сервиз. Красивая посуда. И если муж мне не дарит цветы в течение больше, чем 10 дней, я просто иду в свой магазин и беру те цветы, которые мне хочется, и у меня дома тоже всегда стоят цветы. Это здорово. Потому что без этого мне очень одиноко и грустно. Это здорово. Алена, давай вот... Я думаю, что среди наших зрительниц есть наверняка девушки, которые сидят, вот сейчас нас слушают, с тобой думают, а вот я бы тоже хотела попробовать, но это же надо вот купить дорогую основу, дорогую там форму, посидеть, потратить какое-то количество часов в интернете, а вдруг это не мое. Вот меня вот лично это останавливает. То есть я бы, может быть, и попробовала, но, во-первых, я чувствую себя полным рукожопом, простите. Ну, да прям очень самое критично. Да, я не чувствую себя только в плане цветов. Вот все, что касается посадок, это вот здесь неравных нет. И крестиком, кстати, я бы считаю, тоже прекрасно. Прекрасно. И меня тоже немножко грустит, когда одна картина большая занимает около двух лет, ну, в силу занятости. Поэтому я в свое время вышивала только маленькие картинки. 10 на 15, потому что их можно было вышить за 2-3 недели. Ну, опять же, в силу того, что не могу много времени позволить себе. Ну, вот сейчас я картину вышиваю уже третий год, она близка к завершению. И парижский цветочный рынок, я надеюсь, он скоро украсит мое жилище. Я к чему? Что есть вот какие-то варианты попробовать себя быстро. Вот, например, записаться к тебе на мастер-класс. Да, да, можно. Вариантов очень много на самом деле. Сейчас даже продаются готовые наборы. Ну, то есть заходишь... Сделай сам. Ну, я вот беседовала с одной девушкой, которая начали общаться очень плотно, ну, внезапно, она говорит, а мы делали, но у нас не получилось. Я говорю, как не получилось? У нас что-то там ломалось, оно потом крошилось, и все. Я говорю, ну, так вы просто перегрели. Она говорит, как это? Там нет инструкций, сколько? Нет, там инструкции есть, но инструкции... Просто никто не читает. Нет, в инструкциях прописываются, как это делать, что это нужно греть. В домашних условиях микроволновой печки можно разогреть. Вот там мне пишется, что нужно плавно, постепенно, как бы, не повышая резко температуру, желательно с минимальной и так далее. Но это уже технологические тонкости. Да, есть очень много технологических тонкостей, которые вам может объяснить только мастер. Вот, поэтому сейчас у меня есть уже запросы, как бы, я разрабатываю прям конкретные мастер-классы под конкретное мыло уже. Вот, но я могу и в качестве пробы... А давай с тобой сделаем. Мы прям можем сейчас. и покажем, как это делается. Ну, я прямо не знаю. Вдруг все теперь увидят, что я на самом деле не очень опасна. Мы не покажем, если что. Я подумаю сейчас. У меня осталось два вопроса. Вот ты сказала, что когда ты начинала заниматься конкуренцией, ну, практически никто этим не занимался. Сейчас, не знаю, просто не интересовалась этим рынком, но я знаю, что огромное количество, например, кондитеров. Еще 10 лет назад такого количества кондитеров не было. Что касается маловаров, их сейчас на рынке много, это немножко на опережение к тому, что если есть люди, которые хотят тоже себя посвятить как, ну, направлению, благодаря которому можно зарабатывать деньги, насколько сейчас большая конкуренция на рынке мыла, ручной работа. Я могу тебе сказать, сейчас очень много девочек, которые занимаются мылом ручной работой. Но для того, чтобы выходить на рынок, есть определенные требования. Мыло относится к косметической продукции. Какое бы оно ни было, даже если оно сувенирное, это мыло. Его нужно сертифицировать. Его нужно сертифицировать, это определенное финансовое вливание. Скажем так, когда ты занимаешься небольшим количеством, небольших продаж, там, ну, по друзьям, по знакомым, возможно, там, на каких-то ресурсах в небольшом количестве этого не получится сделать. Более того, для того, чтобы сделать сертификацию, у тебя должно быть юридическое лицо. Следовательно, это дополнительные затраты по налогам. Что дальше там идет под этим айсбергом, знаю только люди, которые занимаются. Не, ну, я к тому, что все равно, как бы, люди идут в это. Есть, конкуренция есть, я могу сказать, но я основных конкурентов можно по пальцам рук пересчитать. Ну, то есть, я не могу своих пересчитать, их слишком. У тебя, да, у тебя огромно, поэтому, в принципе, с точки зрения маркетинга, да, когда ты можешь даже на пальцах двух рук пересчитать своих конкурентов, да, это не такой большой. Есть определенное нишевание, то есть, кто-то занимается только фигурами, только кто-то, как ты это назвала? А, брусковой нарезной. Брусковой нарезной. Кто-то делает, не знаю, там, суперэксклюзив по очень высокой цене, кто-то делает недорогой, или такого нет, и все делают. На данный момент в основном это маленькие сувенирные статуэточки, ну, вот, фигурненькие делают мыло. Ну, скажем так, подожди, сейчас я переформулирую, то есть, вот, ты взглядом профессионал, человек, который на этом рынке, вот, глядя на определенную продукцию, ты можешь сказать, кто ее делал? Да. И вот таких людей можно пересчитать на пальцах одной руки. Да, да, да. На самом деле, я по почерку работы мастера, по почерку создания фотографий, даже если на фотографии нет логотипа, я могу определить, кто это мастер. Юля это, либо это Оля, либо это другой, как бы, магазин, либо это, ну, я знаю мастеров, да. Ну, то есть, есть все равно какой-то авторский отпечаток. Есть авторский отпечаток, как ни крути, при создании мыла человек подсознательно производит определенное сочетание цветов. Да, мы ограничены мылоделы в количестве форм. Хотя сейчас форм очень много, это тоже отдельно сейчас индустрия, скажем так, направление, да, бизнеса, но одну и ту же форму цветка можно залить разными способами, можно залить разным цветом, сочетанием цветов. То есть, иногда смотришь и понимаешь, что только по сочетанию цветов, например, в композиции цветочной, измелья, ты понимаешь, что, ага, это работа именно того. Ну, то есть, все равно, вроде бы, казалось, мыло это не... Вот это про кукольников, да? То есть, вот когда ты вишь куклу, ты сразу понимаешь, чья это кукла, потому что все куклы похожи на своих кукольных дел мастеров. Здесь получается то же самое, то есть, это творчество, творчество, и все равно твой результат показывает твое внутреннее содержимое. Конечно, конечно. Я могу сказать, что когда я себя плохо чувствую, не только физически, там, когда заболел, естественно, я не буду делать мыло, потому что... Как с готовкой. Да, как с готовкой. Лучше не подходить, потому что энергия будет не так. Когда плохое настроение, я понимаю, что я лучше пропущу один день, я не буду его делать, но я на следующий день сделаю больше. С удовольствием, там результат будет очень хорошо. Я более того могу сказать, когда я не в настроении, у меня постоянно переворачиваются флакончики с красителями, с ароматизаторами, у меня падают стаканы. То есть, тебя просто пинком вагонируют, иди отсюда. У меня такое ощущение, что у меня прям вот, вот, моё ремесло, оно просто отгоняет меня, говорит, уйди отсюда, уйди сейчас, отдохни, а потом вернёшься. То есть, да, это очень сильно. Ну, несмотря на то, что мы с Аленой знакомы уже пару лет, я сегодня первый раз у неё в гостях, я взяла штурмом её. Вот, и она... Я долго упиралась. Совершенно случайно обмолвилась, что она делает ещё и кукол. Ален, покажи, пожалуйста, просто я к вопросу о том, что мы затронули кукольников, мы затронули, что... Ты хочешь прям куклу видеть? Прям куклу покажи нам, пожалуйста. То есть, это к вопросу, опять же, о том, что если человек талантлив, он талантлив во всём. И вот посмотрите, и я думаю, что вы со мной согласитесь, что это вылитая Алена. Но глазами я, правда, не определилась с цветом, поэтому так она и осталась у меня. Посмотри, немножко. Немножко без глаз. Да. Слушай, ну это же тоже достаточно кропотливая работа, это же не как мыло, она требует большего... Я тебе могу сказать, это связано с пошивом на машинке швейной. Писать прям одно лицо. Только глаз не хватает. Ну вот, это связано с пошивом же на машинке, швейной машинке, а я с детства всегда шиваю. У меня был свой уголок на балконе, я могу сказать, что мои куклы всегда ходили в самых красивых нарядах. Более того, мои костюмы всегда занимали все места в городе маленьком, первые. Вот, был даже случай, когда прибежала соседка, ей там дочке нужно было на какой-то областной конкурс что-то там на куклу делать, и я все дело шила. Слушай, ну вот смотри, ты занимаешься производством, ты занимаешься ведением Инстаграма, ты еще находишь время вот на такую красоту. То есть получается... Иногда хочется, скажем так, переключаться, выражать свои... свои эмоции, не только там вот в мыле, да, скажем так, хочется еще что-то сделать. Я очень люблю цветы. Я заметила. Мне очень нравится, когда на подоконнике... Такая роскошная бугенвилья, не только за нами, там на окне просто чума. Обожаю приходить в гости, когда вот такие вот, прямо вот, даже не знаю, я тут так нагло лазью по этим джунглям. Посмотрите, какая вообще красота. Да, конечно, живя в такой атмосфере, тут не то, что творить будешь, хочешь ты этого или нет, тут просто других вариантов нет. О, боже мой, какая красота. Обожаю, обожаю людей, которые любят, которые любят цветы. Эта бугенвилья покорила мое сердце. Остаюсь тут жить в ее тени. Очень люблю, когда цветы цветут, когда они мне отвечают взаимностью. Они, кстати, у нее цветут. И самое интересное, что вы видите огненная женщина у нас, сидит у нее красного цвета колонхоя, красного цвета декабрист. Это тоже говорит... Ярко розовая бугенвилья. Ну, бугенвилья еще пока только в процессе, поэтому я могу сказать только то, что сейчас цветет на текущий момент на окне. И это тоже отражение страстности, огненности, яркости. Какой-то абсолютно энергетики, бешеный, но красный цвет цветов. Еще женское счастье. Женское счастье, да. Цветет круглосуточно. Круглосуточно. Круглосуточно, круглогодично. Я люблю выражать свои чувства, свои эмоции в разных вещах. У меня еще... У меня была женщина, с которой я в свое время познакомилась благодаря мылу. Мы с ней очень много потом общались. Неважно того, что... Мы с ней просто встречались в Москве попить кофе, пообщаться. И она меня тогда спрашивала, говорит, а ты вообще по образованию художник? Потому что, когда она увидела впервые те композиции из цветов, которые я собираю, она мне сказала, говорит, я как человек, относящийся к миру искусства, вот, я понимаю, что у тебя очень хорошее сочетание колористики и цветов. Ну что, как бы, я просто ответила, что я всю жизнь хотела научиться рисовать. Возможно, в мыле происходит воплощение моей вот этой вот... Ну, то есть ты рисуешь просто с помощью мыла. С помощью мыла можно действительно рисовать. Есть техники. Но это уже творческие вещи для различных конкурсов. Я могу сказать, что спустя год занятия мыловарением, я участвовала в самом одном из крупнейших на тот момент конкурсов от магазина Мама Мыла. Это самый по всей России гремящий конкурс. И я там взяла малый кубок. У меня был сделан воздушный шар, который я рисовала кистями. То есть полоски у меня были разноцветные. Я там действительно мылом рисовала. Ален, я тебя благодарю за то, что все-таки ты открыла мне дверь, не оставила меня. Да нет, ну что ты, всегда заходи, я рада. Во-вторых, я благодарна тебе за то, что ты выделила время и поговорила со мной, рассказала о том, чем ты увлечена. В-третьих, вот на мой взгляд, ну, да, напомню, я в гостях у Алены Семеновой. Ее бренд, который она развивает, это Аленкины мыльности, мыло-русси. Ручной работы. Те, кто хочет попробовать себя в этой профессии, я увы, она проводит мастер-классы. Она есть в Инстаграме Алена Мила. Алена Мила, да, без всяких дефисов ничего. Алена Мила. Вот, и это лишний пример. То есть, вот вообще, почему я, собственно, затеяла серию этих интервью, это лишнее подтверждение того, что когда женщина занимается созиданием, то есть она занимается творчеством, она нашла дело, которое у нее душа прямо вот поет от того, чем она занимается. У нее и цветы цветут, и коты живут у Алены, прекрасные. Кота влежит на диванчике. И в жизни, жизнь ее наполнена яркими красками, потому что женская энергия, это энергия творчества, это энергия созидания. если мы в себе ее развиваем, позволяем ей проснуться и выйти наружу, у нас жизнь просто по-другому начинает складываться, в нашу жизнь приходят совершенно удивительные люди, удивительные события, события. И я помимо всего остального еще очень сильно обращаю внимание на речь. Я за сегодняшнее интервью обратила внимание, что у Алены есть такая, ну это даже паразит, у меня не поворачивается язык назвать, есть такая фраза в один прекрасный момент. То есть это говорит о том, что вся ее жизнь наполнена она состоит действительно из моментов. Из прекрасных моментов, то есть и это прекрасно. Более того, один из моментов, который я узнала уже занимаясь маловарением через какое-то время, есть всемирный день маловара и он в день моего рождения. Это потрясающе, то есть это реально судьба. Поэтому, уважаемые зрители, независимо от пола, откликайтесь на то, что вам преподносит судьба, смотрите на мир широко открытыми глазами, наполните ее яркими красками и каждый момент жизни мы выбираем сами, как нам жить. Окружать себя красивыми вещами, умными, талантливыми людьми или довольствоваться тем, что есть, это личный выбор каждого. Я благодарю вас за то, что вы были со мной и если у вас есть вопросы, комментарии, пожелания, обязательно пишите, мы с Аленой посмотрим и ответим. Если вам был полезен данный ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Александра Паснова, Закоренелый цветочник, и Алена Семенова, женщина, которая всегда в мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова